Встречайте Николай Белянский Встречайте Николай Белянский Может так-то, что с вами будет жить когда-нибудь тема моя Я люблю вас, ведь наше солнце, наше небо на всех одно И я хочу, чтобы в россыпях звездных и мое лежало зерно Чтобы в праздничный день и в будни вы меня называли своя Дайте руки мне, здравствуйте, люди, будьте счастливы, вы и я Как-то, когда мне было 16 лет, я играл на баяне Таким был мальчиком сельским, читал стихи И вдруг собрался поступать в театральное училище Ну, сами понимаете, из бедной семьи никому не нужен и вдруг в театральное училище А что ты там будешь читать? Я говорю, ну как, любимые мои произведения Я буду читать того, кого я люблю И вот я сегодня представлю вам тех поэтов, кого я люблю Я люблю вас, я люблю себя, я люблю нашу страну Я люблю всех, кто тут сегодня собрался с нами Но я еще люблю вот этих замечательных людей, которые пришли на праздник вместе с вами Великие поэты современности Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Александрович Есенин, Бло, Вознесенский, Юртушенко И вы знаете, что в эти дни исполняется 85 лет моему большому другу Я с ним познакомился еще 25 лет назад Великому советскому писателю, великому советскому поэту Роберту Ивановичу Рождественскому Ему исполнилось бы сегодня 85 лет Ну, вы знаете, он сегодня не смог прийти Но он делегировал меня И я многим из вас скажу Знаете, почему я сегодня в таких роскошных костюмах Которые мои многие друзья посоветовали мне, именно поработали Потому что в зале действительно сидят мои друзья, которые сказали Нет, ты будешь выглядеть как алмаз в Абраме И я сегодня вам предоставлю те вещи, которые были вещами той эпохи И вещами Маяковского, и Сергея Санча Есенина, и Александра Блока И этих выдающихся мастеров И мои друзья действительно меня сегодня приодели Они сидят в этом зале Я с большой благодарностью к ним хочу сказать, что это известные люди страны Что это известные ювелиры Что это известные коллекционеры И вот они меня как коллекцию сегодня одели Это Михаил Павлович, мой друг, вот сегодня здесь Это наши друзья, которые пришли И я с большой благодарностью вам говорю Я люблю вас, люди Итак, Владимир Владимирович, ну понимаете Но Маяковский Я ребенком начал читать эти первые стихи Владимир Владимирович Маяковский Один из любимейших моих поэтов Один из любимейших поэтов современности Молодой Маяковский Это была такая глыба Который оставил неизглавимый след в истории И поэтому Слушайте Слушайте Товарищи потомки Агитатора Горлана-главаря Соглушав Оэзии потоки Я шагну через лирические томики Как живой с живыми Говорят Я к вам приду В то ваше далеко Не так, как песен на Есенины правительств Мой стих дойдет через хребтовиков И через головы поэтов и правительств Мой стих дойдет Но он дойдет не так Не как стрела в амурно-лировой охоте Не как доходит к нумизмату стершийся пятак И не как свет умерших звезд доходит Мой стих Трудом громаду лет прорвет И явится весомо, грубо, зримо Как в наши дни вошел водопровод Сработанный еще Рабами Рима в курганах книг Похоронившись стих Железкий строк Случайно обнаруживая Вы с уважением Ощупываете их Как старое, но грозное оружие Мне и рублями на такие строчки Краснодеревщики не слали мебель на дом И кроме свежевым этой сорочки Скажу по совести Мне ничего не надо Явившись в ЦКХ Идущих светлых лет Над бандой поэтических рвачей Выжиг Я подниму Как большевистский партбилет Все сто домов Моих Великих Книжек 2017 год Год столетия Октябрьского переворота Год столетия Великой Октябрьской Социалистической революции Это наша жизнь Это наша страна Было и хорошее Было и плохое Но это наша история Это наша родина Простим всех царей Которые сделали что-то плохое Но они же сделали что-то и хорошее Простим тем, кто шел на зимний Они же сделали что-то и хорошее Ведь мы помним Был космос Ведь мы помним Была Великая Отечная война И наш русский народ всегда доказывал, что мы можем делать все весомо, грубо, зримо, как нацеливали нас на это великие поэты современности. Вот послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами и, надрываясь метелью полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, Целует его жилистую руку и просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит встревоженный, но спокойный наружно и говорит кому-то. Ну как? Ведь теперь тебе ничего? Мне страшно? Да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загадывалась хоть одна звезда. Все знают Владимира Владимировича Маяковского, поэта, который писал весомо-грубозримо, но многие знают его как высокое, красивое, любвеобильное сердце. Послушайте, что я вам прочитаю. Хорошее отношение к лошади. Били копытом, пели будто, грип, гроб, 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 ветром напито, и дома будто, улица скользила, и лошадь на круг грохнула. Все сразу, за зеватой-зевата, штаны, пришедшие Кузнецким с клешей, сгрудились, смесь зазвенел и зазвякал. Ха-ха-ха! Лошадь упала, видала? Ха-ха-ха! Лошадь ему упала, лошадь! Смеялся Кузнецкий, лишь один я, голос свой не умешивал, бой ему. Подошел и вижу глаза лошадины, улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплище и каплище по морде гадится, прячется в шерсти, И какая-то общая звериная тоска молча вылилась из меня и расплылась в шерсть. Лошадь, не надо! Лошадь, слушайте, что же вы думаете, что вы их лошадь? Да, детонька, да все бы немного! Лошадь, каждый из нас по-своему лошадь, может быть, и старая, и не нуждалась в няньке, Может быть, и мысль ей моя оказалась, пошла, только лошадь рванула, встала на ноги, рванулась и пошла, Хвостом помахивала, реже ребенок, пришла веселая, встала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить и работать, стоило! Мы когда-то тут отдыхали на даче, рядом с мамонтовкой, А когда-то там отдыхал Владимир Владимирович. Прошло почти сто лет, 2017 год, сегодня вообще сакральные будут вещи. Вы даже не понимаете, что я пропоюсь, чтоб тебя не видеть, умереть. Я по-прежнему такой же нежный, и мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я приду, когда раскинет ветки по-весеннему наш тихий сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечтался, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни довелось. И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет. Ты одна мне радостью и отраду. Ты одна мне сказали свету. Так забудь про свою тревогу. Не грусти так часто обо мне. И не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушенне. Вчера готовлюсь к этому мероприятию. Опять-таки, сакральная дата, я вам говорил, 2017. Как год вообще 17-й, год ухода великих поэтов, год каких-то дней рождений. Вы не поверите, но в этом году исполнилось мои первые 70 лет. Первые 70 лет. А теперь посмотрите. Сергей Александрович Есенин. Выдающееся свое произведение, после которого он ушел в вечность. Это было произведение «Черный человек». 14 ноября 25-го года. Посмотрите. А сегодня 14 ноября. Послушайте, что он написал. «Черный человек». Черный человек. Черный человек. «Черный человек». Друг мой. Друг мой. Я... Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем. То ли как рощу в сентябрь осыпают мозги алкоголь. Он... Ой... Голова моя... Машет ушами... Как крылья птица. Ей... На шее ноги... Манячить больше не в ночь. Чёрный человек. Чёрный человек. Чёрный, чёрный. Чёрный человек на кровать ко мне садится. Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь. Чёрный человек водит пальцем по мерзкой книге. И гну саля надо мной. Как на усопшем монах читает мне жизнь. Какого-то прохвоста из-за булдыни. Нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек. Чёрный человек. Чёрный человек. Чёрный человек. Слушай. 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 Говорит он мне. В книге много известнейших мыслей и планов. «Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. Был он изящен, да тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину. Сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье в той стране в декабре. Снег до дьявола чист. И метели выводят весёлые прялки. Был человек тот авантюрист. Только самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, да к тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много страданий и мук приносят изломанные и лживые жесты. Угрозы, в бурь, в душевную стынь, при тяжёлых утратах. И когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. Да, чёрный человек. Ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живёшь, водолазлый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим иди и рассказывай. Чёрный человек. Чёрный человек. А чёрный человек глядит на меня в упор. И глаза покрываются голубой блевотой. Будто хочет сказать, что это я, шурик и вор. Так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Чёрный человек. Чёрный человек. Слушай, слушай, друг мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер будит над пустым безлюдным полем. Только к рощу в сентябрь осыпают мозги. Алкоголь. Ночь морозная. Тих покой перекрёстка. Я один у окошка. Ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрылась сыпучей и мягкой. И звёздкой. И деревья, как всадники. Съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Нелеганные всадники. Сеют копытливый стук. О! Опять. Этот чёрный. На кровать ко мне садится. Приподняв свой цилиндр. И откинув небрежно сюртук. И говорит. Ах! Люблю я поэтов. Забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую. Как прищавой курсистке длинноволосый урод. Говорит о мирах. Ах! Половой истекая истомы. Не знаю. Не помню. В одном селе. Может в Калуге. А может в Рязани. Жил мальчик. В простой крестьянской семье. Желтоволосый. С голубыми глазами. И вот стал он взрослым. Да к тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет. Называл скверной девочкой. И своею милою. Чёрный человек. Чёрный человек. Ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешён. Разъярён. И летит моя трость. Прямо в морду ему. В переносицу. Вот. Месяц. Поехали. Умер. Сияет в окошко. Рассвет. Ой. 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 Что ты? Ну. Сияет в окошко рассвет. Что ты ночь наковеркала? Я один в темноте. Фу, никого со мной нет. Я один. И разбитое из керкала. АПЛОДИСМЕНТЫ После этого было 24 раз чешни. До свидания, мой друг. До свидания, мой друг. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, мой друг. Милый мой. Без руки, без слова. Не грусти. И не печалью кровей. В этой жизни умереть не ново. Но и жить, конечно, не новей. Сергей Александрович оставил для потомства, для всего мира, для всей страны, великие патриотические строчки. Но и тогда, когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнут ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли. С названием кратким Русь. Спасибо Есенину за то, что он был, за то, что он есть и всегда будет в нашей жизни. Знаете, некоторые поэты пишут стихи, а ты думаешь, откуда он знает обо мне? А проходят века. И эти стихи о тебе. Александр Блок. Пусть я и жил не любя. Пусть я и клятву нарушил. Все ты волнуешь мне душу, как только вспомню тебя. О, эти дальние руки, в тусклое мое жилье, очарование свое вносишь ты даже в разлуки. И в одиноком моем доме пустом и холодном, в сне никогда не свободном снится мне. Маленький дом, старые снятся минуты, старые снятся года. Видно, уж так навсегда думают обои замкнуты. И кто бы ни звал, не хочу на суетливую нежность, я променять безнадежность и, замыкаясь, молчу. Блок. О, весна. Без конца и краю. Без конца и краю. Мечта. Узнаю тебя, жизнь. Принимаю. И приветствую звоном счета. Принимаю тебя, неудача. И удача тебе, мой привет, в заколдованной области плача. В тайне смеха позорного нет. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в этих кудрях, с неразгаданным именем Бога. На холодных и сжатых губах перед этой волнующей встречей никогда ты не бросишь счета. Никогда не откроешь ты плечи, а над нами, ой, хмельная мечта. И смотрю, и вражду принимаю, ненавидя, кленя, и любя, за мучения, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя. После Украины, после Николаева, Днепропетровска, мы работали на Сахалине. Здесь сидят мои близкие, родные люди. Мой сын Виталик, родился на Сахалине, кстати, это мой сын. Мои внуки тут есть. Ирина Витальевна Щербина Полуницкая, моя супруга. Она написала в те времена очень хорошие песни. Особенно это касается вот наших крымчан. Песня «Я вот так сладко к тебе возвращаться». Это мы с вами продолжим потом, чтобы не отнимать времени. И поэтому все вы в зале, все вы мои родные люди. Все вы мои родные люди. И вот на Сахалине, работая с командой Юлиана Семенова, Артема Боровика, я работал с газетой «Совершенно секретно» по Дальнему Востоку, Сахалину, и на приеме в Москве познакомился с известной целительницей Жуной Игоря Ташвина. Ну я мальчик любопытный, я на следующий день уже был у Жуны дома. И там рассказывал, там показывал, что-то говорил. И вдруг Жуна держит, у него там много всегда посетителей, держит руки на голове какого-то известного человека. Я думаю, я его знаю, где-то я его видел. А потом Жуна там по врачу говорит, это Коля, это мой друг из Сахалина. Ой, Коля, кстати, это Андрюша Вознесенский. Вот у него голова. Я когда услышал, что это Андрюша Вознесенский, я говорю, господи, да я вам признаюсь, я так люблю Андрея Вознесенского. Вознесенский вот так поднял, и говорит, ну и что ты знаешь из классика? Я говорю, ой, это... И я начал Вознесенскому читать его стихи. Хорошие, прекрасные стихи, которые были написаны в израине «Ритма Алина». И эти книги, эти стихи я заучил, там много хороших стихов было. И Вознесенский сидел и слушал. Притом так, я вижу, что у него уже начала голова проходить, что он так смотрит на это все и говорит, ну-ну-ну-ну. Я говорю, а самое замечательное стихотворение Андрея Вознесенского я могу вам прочитать. Он говорит, и что это за стихотворение? Я говорю, а стихотворение называется «А нафига!» А он говорит, ну-ну. Сейчас отлево возле чайной я лежал в тени печально и говорил друзьям о Возе, о величии бытия. Но внезапно Черный Горон промешался к разговорам, вспыхнув синими очами, он сказал «Да нахуй!» «Да нафига!» Я вскричал, да мне жаль вас, птица, да человеком вам родиться, да счастье высшее трудиться, полпланета раскроял. Он сказал «А нахуй!» «Фига!» «Да будешь ты великий ментор, ну-бук машин, экспериментов, ну будешь бронзой монументов знаменит во все края!» Он сказал «Да нахуй!» Я сказал «А хочешь, будешь спать в заброшенной избушке, утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни, глушь такая, что не слышно ни хвала и ни хула!» Он ответил «Да мура!» «Раб стандарта, царь природы, я свободен без свободы, я лечу в автомашине, а машина без руля!» «За розовые, ой, стирозы, как скучны метаморфозы, да в ящик рано или поздно!» «А жизнь была та нахуй!» «Ну вот как сказать ему, подумку, что живем не чтоб подохнуть, а чтоб губами тронуть чудо поцелуя и ручья?» «Чудо жить не объяснили!» «Кто не жил, ну что спорить с ними?» «Ну можно бы!» «Да нах фига!» «Когда-нибудь сделаем отдельный вечер по Вознесенскому, по Елтушенко, отдельный вечер!» «Сегодня только фрагментально, буквально, чтобы уделить больше внимания Роботу Ивановичу и, может быть, некоторым нашим политическим ситуациям, потому что это очень интересно!» «Семнадцатый год тяжелый был год в жизни страны, а когда у нас были легкие годы?» «Когда у нас были легкие годы?» «Последние сто лет, разве это было легко?» «Нет, это было сложно!» «А следующие сто лет, разве будет легко?» «Нет, будет так же!» «А знаете почему?» «Потому что есть что у нас взять!» «17 миллионов квадратных территорий, 65% всех сырьевых ресурсов, есть что взять!» «И самая главная беда, знаете, 2% населения всего на вот эту территорию, на вот эти ресурсы, конечно, нас клепают, долбают веками и что-то там выкрестывается, но есть что взять!» «А вы думаете, почему англосаксонские полчища всегда на протяжении многих веков приходили в нашу страну?» «Есть что взять!» «Вы думаете, ситуация в Грузии, ситуация на Украине – это что?» «Это идет война против России!» «У нас война против России вечная!» «И вот наш друг, который безвременно, я считаю, ушел, великий советский поэт Евгений Евтушенко, я просто напоминаю, старшее поколение все знает, но передайте вашим детям, хотят ли русские войны?» «Стросите вы у тишины, Евгений Александрович Евтушенко, великий русский поэт». Он издал перед смертью, буквально там за год, он издал выдающийся десятитонник русской поэзии, оставив свой след в истории великий советский поэт Евтушенко. И мне довелось именно на том мероприятии в 2015 году в зале «Россия» в наших Лужниках быть на этом концерте. И потом после этого концерта был там большой прием, и я прочитал Евтушенко, его знаменитое стихотворение. Почему? Мы жили на севере, мы жили на Сахарине, в городе Охау, в городе Рыбрус. И вот эта тема Евтушенко, она меня преследовала всю жизнь. И только в тот момент я сумел прочитать Евтушенко именно это стихотворение. Стихотворение тоже такое ругательное, называется «Бляха-муха». «Что имелось в эту ночь?» «Кое-что существенное. Был поселок Нерминос. И была общественность, был наш стол уже хорош, был большой балдеж, был у нас консервный нож, ну и консервы тоже. Был и спирт как таковой, наш товарищ путевой, с выразительным эпитетом и кратким. Питьевой!» «Но попался мне сосед. Ну до того с гулёшкой. На себя, на белой смерти. Ну просто невозможно. Он всю ночь крутил мне пуговицу, он вселял мне в душу путаницу. Понимаешь, бляха-муха, вот невезение у крови. Да у меня такая мука, хоть коровы верви. Или я не вышел рылом, или просто обормот, но ни карта, и ни рыба, и ни баба не идёт. Ну и странный же сосед, ну наказание божье. И немного ему лет, ну 35, не больше. И лицом не урод, да и рост могучий. Ну что же он рубашку рвёт-то на груди махнучий? Ну что же может его грыть, что шумит свирец-туна? Да бляха-моха! Эта жизнь была не усовершенствованная. А наутро вышел я на берег Печоры. Танго уделали бедня, фыркали моторы, Стояли с коромыслами, светясь на лодке, За сёмгой кормилицей уходили лодки. Вдруг в ушанке на бочок, в залосьмунной стёганке, Вновь тот самый рыбачок, трезвенький, как стёкнышка, Между лодками летал, всех с собой уматовар, Парус нас королотал, шебаршил, командовал, Бочки, ящики грузил, взмокший, словно у баня, И папам весело грозил белыми зубами. Но пошевели, мой народ! Он кричал и ухом, ведь никто-нибудь нас ждёт. А сёмга, бляха-моха! Всё было ему! Ветра, паруса, Россия! И у кого-то, у мыска, кто это? Спросил я. Из-за виденку и так был ответ мне выдан. Вот это? Ого! Лучший наш рыбак! Ох! Везучий Ида! К рыбаку я подошёл, на него злёчий. Чувствую, вчера мне плёл, будто невезучий. Он рукой потёр висок. Врал я не напрасно. Мне действительно везёт. Вот это и опасно. Лоб со вздохом он поморщил. Вот как бы это рассказать? Ну вот если шар земной положен, да во всём объёме взять, да с морями слёз горючих, да с горами всех забот, ой, выйдет враг, что невезучих больше тех, кому везёт. И бывает. В захмелении начинаю, я так врать, чтобы от жизни разумения от везения не терять. Замолчал, губами чмокал, сети связывая, и хитрили губы, что-то недосказывая, звали в путь его ветра, Сёмга-Розовуха одну. Ладно, братец, мне пора. Вот так-то. Бляха-муха! Евгений Саныч, когда я его прочитал, это у меня есть такие написанные его рукой стихи, строчки. И он говорит, Коля, это я написал, я говорю, да, лет сорок назад. Он говорит, хорошие стихи, я тебе скажу, но ты их так цветастенько прочитал, я вам когда-то покажу. И на вот этой афиши, которая осталась у меня и в памяти, и в сердце, написано, Коля, как ты цветастенько эту бляху прочитал. Ей в душе! Судьба подарила мне встречу прямо на Тверской с великим советским поэтом Робертом Ивановичем Рождественским. Я участвовал в одном из мероприятий, когда работал еще на Украине, приезжал в Москву, был литературный вечер закрытый. Я почитал стихи, он мне подарил книжку. И там было одно произведение. Называлось оно «Ответ на записку из зала». А цикл этот называется «Начинается любовь». Я вам несколько этих стихотворений прочитаю. Каждая из них – это жемчужа. Это великий советский поэт в 85-ю годовщину, которого мы сегодня отмечаем. Вы смотрите, 17-й год. Какие даты, какие даже сакральные. Вот и Евтушенко, мне прямо мороз похож. 14 ноября написаны эти стихи. 92 года назад. Великие люди. И мы сегодня присутствуем здесь. Это культурное мероприятие в масштабе страны, господа. Почему? Потому что, как говорит Мейнерхольд, талантливому артисту попадаются талантливые зрители. Я бесконечно вам благодарен. Итак, Роберт Иванович Рождественский. Из цикла «Начинается любовь». Начинается любовь с буквы «М». «М». «Я!» «И только с я, с я до ревности слепой, с я и до небытия». Понимаешь, Вильям, я влюблен. Вильям Садыков, великий русский писатель, великий поэт, великий представитель уйгурского народа, пишет и для Китая, и Казахстана, и Назарбаеву, его предложает. «Мой друг». Давайте ему похлопать. Большое. Итак, начинается любовь с буквы «Я» и только с я. С я до ревности слепой, с я и до небытия. Понимаешь? Я люблю. Понимаешь? Я влюблен. Я, ни ты, ни вы, ни он, обжигаюсь и терплю. Никого на свете нет. Есть она и я вдвоем. И на множестве планет ветер зноем напоен. Лепит классиков. Так, не ту. Лампочка средь бела дня. А я-то знаю, что никто не влюблялся до меня. Я найду слова свои, сам найду и сам скажу. А не хватит мне земли. Я на созвездиях напишу. И ничьих не надо вверх до конца. Наверняка. Вот так и действует человек. И не слушай, что пока мы в обнимку не пошли. Мы б такого не смогли. В наше время, в тех годах, мы не танцевали так. Неприлично, не прили. Надевили, наплели. Все советы оборви. И глянь улыбкою из тьмы. Вы сами мыкаетесь в любви. Те, которые на мы. Стихотворение называется Красивая женщина. Красивая женщина. Ну, это профессия. И если она, не дай бог, не пристроена, Ее осуждают. И каждая версия имеет своих безусловных сторонников. Ей с самого детства, скормленной непаснями, Остаться одной, не дай бог, бессильной, Намного страшнее, намного опаснее, Чем если бы ты не считалась красивой. Идет она, молча, по улице трепетно. Сидит, как на троне, С друзьями заклятыми. Приходится жить ежедневно расстоянными. Намеками, вздохами, слухами, взглядами. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят. И тут же обидятся. Красивая женщина – это профессия. А все остальное – это сплошное любительство. Я тут сказал многим из вас, и многих из вас я знаю, Что любовь к родине, любовь к близким Дает тебе возможность долго пожить, хорошо выглядеть. Поэтому я любезно напоминаю, Что у вас есть дети, у вас есть внуки, У вас есть жены, у вас есть свои жены. И вы говорите, Слушай, я тут расскажу тебе о нашем встрече. Я вчера встретил Амелянского, Вот его телефон, вот там сидит мои помощники, Сидят, запишут, и я вас всех приглашаю в бизнес. Я веду здоровый образ жизни. Когда я был много раз в Японии, Японец научил меня пить воду. Вы понимаете, пить воду. Не кури, не напивайся, не принимай наркотики. Этому наш, кстати, зал саентологов всегда приглашает. Не кури, не напивайся, не принимай наркотики. Будь хорошим, люби свою родину, Помогай своим близким, И будет тебе еще и карман наполняться. Поэтому я всех, всех, кто тут сегодня сидит, Всех приглашаю в бизнес. А поскольку я человек, как видите, состоятельный такой, на вид, Поэтому я обязательно каждому из вас дам бесплатный офис, Который вы сможете прийти со своими близкими. И можно заработать там денег. Кто не читает стихи, тот заработает просто деньги. Потому что японцы меня научили пить воду. Японцы меня научили кушать сублимированную пищу. Я об этом рассказываю. Кому надо, тот придет и заработает. Поэтому наша встреча с вами, поверьте, не последней. Мы с вами будем обязательно долго жить, хорошо выглядеть. Не убивать наше время. Итак, Роберт Иванович Рождественский. Люди убивают время. Слушайтесь. Вглядитесь. Убивают время. Убивают время. Сообщай в одиночку. Как бы соревнуясь друг с другом, кто скорее. Убивают утром, убивают ночью. Убивают время нахально и молитвенно. Убивают время стыдливо и истошно. Убивают прямо перед окнами полиции. Да что там перед окнами? За окнами тоже. Люди спотыкаются, погоду ругают. На площадках лестничных толкутся вдвоем. Приглашают в гости. Так и предлагают. Приходите как-нибудь. Вечерок убьем. Люди суетятся. Люди верят в слухи. Ссорятся. Ждут из Саратова родных. Убивают время. А после моют руки, чтобы не оставалось крови на них. Люди убивают время отрешенно. Пухлые портфели загадыш нанесут. Убивают время свое и чужое. И никто за это не зовет их в суд. И никто ни разу не вручает похоронок. Мол, погибло время. Нужнейшее. 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 Зазря. Падают минуты. По взводу и по роту. Начинают с самого первого января. А мертвые минуты молчат. Не обижаются. А мертвые минуты выстраиваются в веках. А чего люди плачут? Что докторам жалуются? А-а-а. Мало успели сделать. Жизнь коротка. Программное стихотворение Роберта Ивановича, которым мы будем, ну так, подводить к концу нашего мероприятия, оно называется «Ответ на записку из зала». Его я прочту последний. А потом мы посмотрим еще удивительный фильм по бизнесу, куда я вас приглашаю. Вы сможете обсудить, там попить кофейку, посмотреть наши хорошие, прекрасные книги. И это все оставить любовь в своем сердце и понести то, что было на этом вечере своим близким, своим родным. Приходите в этот центр, приходите в другие клубы, звоните мне. Поверьте, встреча с вами – это надолго. Я, конечно же, як украинский хлопчик, хотел бы что-то почитать на украинский море. Вы видите, идет война. Идет война не наша с украинцем. Идет война англосаксонского мира против России. Сейчас пока на территории Украины, потом на территории Грузии, потом на территории Сирии. Это война против вас, против ваших детей. Мы сегодня не можем ничего сделать, потому что идет геополитика. Лучше на своем месте что-то делайте хорошо, и все будет тогда хорошо. Поэтому я хотел бы прочитать вам буквально несколько строчек на моей ридней украинской море. Еще во времена Шевченко, вы думали, что не было войны за Россию и за Украину. Да все это было. Еще 150 лет назад, друзья мои, 150 лет назад Шевченко писал, «Доборолась Украина до самого края». Гірше ляха, свої діти ее распинають. Классика. Поглопаем Шевченко. И еще Шевченко говорит, я так ее, я так люблю мою Украину, Богу, что я за нею зречусь Бога, что душу всю свою віддам. Шевченко. Я могу в определенной степени гордиться, что я перед вами стоящий просто хлопчик, артист, значит, особистый ворох Порошенко. Ну за что? Не пускают на Украину, даже могилы мамы провели. Ну так сложилось. Идет война. Идет война против нас всех. Не надо сегодня говорить о политике, надо сделать себе выводы. И все будет хорошо. Я очень в это дело верю. И поэтому, Иван Якович Франко, для вас, украинцев, одесситев, из других мест нашей великой країны. Иван Якович, если бы знал я чарик, что спинают хмари, что два сердца могут извести до пари, что ломают пута, где душа закута, что поживу ними изменится отрута, то тебе бы, мило, обдала бы их силу, все бы в твоем сердце искры богатила, все думки и божания за одним ударом. Лишь одна любовь бы выбухла пожаром, обняла бы достоту всю твою истоту, мысли бы все пожертвы, всю твою турботу. Только мой там образ яснеет и греет, ай, фантастичные думы, фантастичные мрії, как бы я был в лицах и мав панцир добрый, и над всех был сильный, и над всех хоробный, я без перемоги врагов под ноги, что мне до тебя не дают дороги, я б добився до тебя через мури стіни, я побив без смоки, разметал руины, я б здобув всі скарби, что крие их море, и до них твоих бы положил. О, зоре, где б тебе не скрито, я б взломал в верии. Ах, фантастичные думы, фантастичные мрії, как бы я не дурил, что лишь в думах тисни, что співаю и плачет, как боль сердца тисни, что будущее бачить людское и народное, а в своем углу, как дитя голодное. А теперь уже поздно, плачем и дурея, фантастичные думы, фантастичные мрії. Иван Франков. А теперь ключевое стихотворение, которое написано, как бы для меня. Я это стихотворение чувствую в позвоночниках и всей своей крови. Роберт Иванович Рождественский. Ответ на записку из зал. У записки начало деловитое, а в конце добавлено отважно. Ой, я вам очень и очень завидую. И завидую жене вашей. И подписанам. Студентка. Ну вот как мне вам ответить? Зал как прорва. Ненадолго от рекламента избавившись, я хочу вам ответить. Я попробую. Вот вы знакомы со стихами и с овациями. Прочитали вы афиши роскошные. И как видно, посчитали авансом остальную мою жизнь такой же. Шейерверком. Парадной арией в празднично-возвышенном стиле. Ну вот скажите, вот если баба армии, да только по парадам судны. Если в шов солдат, размахивая ручкой, элегантный, разудятенький мужчина. Если б не был он землепашцем и грузчиком, кто обо нем тогда сказал защитник? И у нас свои, свои крутые штрафы, боль и труд оглушительно тяжелый, и своя суетливая слава, и свои несчастливые жены. Вдохновенье. Самому себе тесно, вдохновенье, как мертвый среди праздника, это раскалившееся сердце около холодного разма, это как рождение ребенка, это как личное рождение, самая чистая работа, и самое грязное дело. То, в котором покоя не предвидится, то, которое оглушает ширью, а в нем ты сам себе народ, и сам правительство, и нельзя даже в малом спальшивить, но плывет земля в метель и громе, и моя судьба вот с вашей судьбой сейчас слита. Вот это все дается только кровью, а ее в человеке пять литров, но держаться нужно. Вот мы и держимся, и не все у нас еще спето и от свиста нам. В общем, дай вам Бог солнца, девушка и хорошего мужа, но не артиста. Друзья мои, вам успехов, здоровья, благополучия, чтобы ваши семьи были здоровы, чтобы дети были здоровы, чтобы деньги были, чтобы было где жить, чтобы было что кушать, чтобы была великая и процветающая наша страна, потому что я люблю вас. Здравствуйте, люди, познакомились, это я. Может статься, что с вами будет жить когда-нибудь тема моя. Я люблю вас, ведь наше солнце, наше небо навселедко, одно, и я хочу, чтобы в росте, как звездных, и мое лежало зерно, чтобы в праздничной день и в будни вы меня называли свояк, дайте руки мне. Здравствуйте, люди, будьте счастливы и вы, и я. аплодисменты, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...